И еще один рисунок на тему весеннего пейзажа. Единственное, я хотела сначала красками и все-таки решила сделать графически. Безусловно, это можно сделать все красками, только надо быть очень внимательны с последовательностью, чтобы у детей не растекалось. Итак, конечно же, весенняя копель. Мы покажем часть дома. Часть дома, нам побольше. То есть все, что я делаю карандашами, абсолютно все так же можно сделать красками. Раму показываем у окошка. Можно сделать одно окно. Но вот смотрите, плюс двух окон в чем, что мы можем с вами показать ребенку, например, одно окно как можно обыграть. Второе окно он делает уже самостоятельно, на свое усмотрение. Какие там шторки нарисовать. Вы можете сразу, в принципе, сказать, что вот вы показываете, но ребенок может сделать немножко по-своему. Кому сложно, тот попытается повторить. Кто относительно уверен в своих силах, значит, сделает по-другому. Ну, мы с окошками чуть попозже к ним вернемся. Итак, добавляем свет, ну, точнее, такие солнечные блики на дом. Помните, да, картину Левитана? Март, как здорово он показал, вот тут весеннее солнце на доме. Значит, смотрите, мы используем один карандаш коричневый, да, у меня два вида коричневого. Но я беру сейчас классический цвет. И если здесь мы сделаем, надав сильнее на раму, то сан-дом, обращаем внимание детей, мы закрашиваем бледненько, прям вот. Ручка абсолютно расслаблена, быстро бегает слева направо, никак попала в одном направлении. Ну, вот здесь, кстати, можно, знаете, как... Чтобы, ну, как-то поинтереснее смотрелось. Ну, и потом, это можно сначала сделать, и потом вот здесь заштриховать. Точнее, ребенку было проще штриховать, и он не вылез за края. Вот такая хитрость. Так, дома придали оттенок. Можно, кстати, чуть-чуть сказать, что возле, точнее под окном, там будет тень. Можно побежать, здесь поярче сделать подоконник. Так, дальше крыша. Крыша. Можно ее сделать тоже такую достаточно интересную. Вот, смотрите, можно черепицу показать. Так, и немножко рисунок наклоняю. Очень легко штрихуем сначала, задаем основной тон. Потом мы можем немножечко затемнить. Там, где идут швы у крыши, серединку оставить. У детей, конечно, мало опыта, тем более, что на сегодняшний день очень мало обращается внимания на то, что их окружает. Поэтому мы обо всем говорим, показываем в надежде, что они все-таки будут больше видеть. Можно какие-то там еще на крыше сделать переход, там, я не знаю, лаза, там, еще что-то. Можно оставить так. Дальше берем темно-синий именно. Сделаем прям линию эту. И надав должен быть такой хороший. Обязательно проговариваем с детьми в эти все моменты по поводу безопасности. Ну, слава богу, когда спрашиваешь, там, можно подходить к крыше, вот в это особенно время года. Детки говорят, что нельзя, упадет. Конечно, педагоги и родители про это говорят, потому что случаев очень много. Конечно, капельки и синие, это очень здорово, это радует как-то. Безопасность превыше всего. Так, капелька мы потом вернемся. Сосульки показали. Дальше, что касается окон. Вот здесь детская фантазия безгранична. Как ребенку захочется. Вот так вот он пусть делает. Разными цветами. Вот так. Полосочками, горошинками. Раму можно немножко выделить, если вдруг она потерялась. Так, я всегда предлагаю, ну, не всегда, но чаще всего, вот таким вот образом показать стекло. Конечно, там в зависимости, если это будет вечер, то и можно затемнить или, наоборот, он желтым, да. Так, дальше. Обыграть окна можно. Какие-то цветы могут быть. Это может быть. Кошечка сидящая, лежащая. Так. Ой, цветочки. А то как-то получилось не очень. Можно даже бабушку нарисовать в окне. Ну, это если уже ребенок сможет мелко очень прорисовать, то пожалуйста. Так, дальше. Теперь я беру другой коричневый, но в принципе можно тот же самый. Дерево. Если мы рисуем карандашами, и если мы просто хотим показать, ну, там, что может окружать дом, двор, например, не обязательно дерево рисовать, очень сложное. Просто немножко такое изящное, тонченое. Тоже выводим, потому что мы показываем только край листа, чтобы сделать акцент на сосульках. Можно даже еще ближе, например, показать. Так, дерева достаточно. Что касается фона. Я уже говорила, что мы часто используем восковой мелочек. Сейчас в конце я покажу. Мне еще хочется с крышей поиграть. Мы знаем, да, что в марте животные такие становятся забавные, Крикливые. Можно даже кошечку одну развернуть. лежат, наслаждаются тоже солнышком. Так, и, конечно же, капельки показать. Но не надо много. Вот, это на капель. Достаточно. И вот теперь кладем мелочек восковой. Так, ну, здесь вам надо быть поаккуратнее, конечно. Потому что акварельный карандашик, он должен, пожалуйста, взаимодействовать с мелочками. Так, ну, не хватает мне, не хватает чего-то. Наверное, вот так еще хочу сделать. Потому что получилось довольно много места открытого. Поэтому мы сейчас добавим дерево и хочется добавить птиц. В принципе, можно даже и здесь показать, например, скворечник. Можно добавить два цвета. Коричневый и черный. Немножечко так затемнить. Ну, в принципе, наш пейзаж готов графический. Пожалуйста, весенняя капель. Прилетели грачи. Кошки. Кошки тоже рады весне. Кстати, в небо можно еще добавить немножко желтенького. Тоже расслабить ручку и побежаться. Ну, чтобы как-то у нас перекликалось. Я не люблю, честно сказать, когда в живописном пейзаже присутствует солнышко. Мы рисуем, рисуем, показываем солнцем, но только в исключительных случаях, если это действительно необходимо. Вот такого варианта будет вполне достаточно. Все. И шла вам успехов в изображении весенних пейзажей. Субтитры делал DimaTorzok